добрый день уважаемые зрители рад приветствовать вас на нашем канале с вами как всегда александр сударев и мы находимся на литейном участке компании совалмаш в этот раз мы решили записать видео непосредственно с площадей не из нашей студии и пока часть сотрудников находится на обеденном перерыве вот улучшили небольшую возможность собственно в этом видео мы поговорим о подведении итогов проделанной работы которая предшествовала за 15 этап финансирования ну давайте поподробнее на этом остановимся предлагаю начать с того что происходит на строительной площадке и сразу здесь стоит отметить что начало 2021 года действительно порадовала нас суровыми условиями погоды и это не только морозная обстановка но и аномальное количество осадков которые просто заполонили весь строительный участок в свою очередь это привело к некоторым ограничениям на проводимые работы которые мы могли осуществить с точки зрения как и физической возможности так и экономической целесообразности потому что дополнительные работы связанные с очисткой площадки от снега и так далее конечно же являются дополнительные финансовые нагрузки в том числе собственно подробнее об этом мы рассказывали на наших передачах экспертное время в отдельных видеороликах но на сегодняшний день погода ослабила свой натиск началось таяние снежных масс и благодаря заранее подготовленной дренажной системы проводится водоотведение с строительного участка и несмотря на сложности связанные с погодой специалистами было уже начата работа по заливке бетонных оснований я думаю что вы сейчас увидите эти кадры на своих экранах работа действительно много и пока наши специалисты будут работать с бетонными основаниями также на строительную площадку завезли практически все металлоконструкции необходимые для формирования основания и каркаса здания сами металлоконструкции изготавливает компания субподрядчик астрон и дальнейшем эта же компания будет осуществлять монтаж будущего по ктб после того как металлоконструкции будут вырастать прямом смысле этого слова из земли и то что сейчас складируется на строительной площадке на довольно большой объем металлоконструкции будет собрано смонтирована будут осуществлены следующие поставки облицовочных материалов перекрытий и так далее действительно всего необходимого для создания здания поэтому эти процессы мы обязательно запечатлим и вам продемонстрируем сейчас давайте поговорим о других событиях которые происходили непосредственно уже на площадях арендуемых помещений сова ума на территории арендуемых площадей сейчас полным ходом идет а подготовка помещения под монтаж будущей автоматизированной линии по производству мелкосерийных установочных партий асинхронных электродвигателей это довольно важное событие и для того чтобы оно было осуществлено наш партнер виктор арестов компания спп вайхай осуществил подбор и закупку собственно оборудование которое уже в конце апреля месяца должно приехать на наши площади в мае же месяце оборудования мы планируем уже смонтировать и запустить автоматизированную производственную линию количество выпускаемой продукции может действительно разниться в зависимости от многих факторов но в зависимости от габарита двигателя от оснастки используемой и так далее в среднем планируется что мощности данной автоматизированной линии позволит выпускать порядка 12 тысяч единиц двигателей по месяцу данная автоматизированная линия действительно очень важна почему потому что уже на территории арендуемых площадей мы сможем подготовить и сотрудников к работе с данным оборудованием провести необходимое обучение наладку тестирование подгонку монтаж и так далее соответственно это же позволит нам выпускать мелкосерийные партии и показывать наглядно возможность автоматизированного производства конкретных габаритов двигателей я думаю не нужно подробно объяснять к чему это все приведет ну а после завершения строительства и ввода в эксплуатацию проектно-конструкторского технологического бюро данная производственная линия уже перейдет на не арендуемой площади а свои собственные поэтому с чем я всех нас и поздравлю после того как мы все это осуществим в том числе огромное количество работы происходит с испытательной лабораторию совалмаш это и модернизации и проведение испытаний и так далее сейчас мы дадим слово игорю корхову и он расскажет нам что же было сделано в испытательной лаборатории здравствуйте уважаемые зрители сегодня хочу вкратце рассказать что у нас какие у нас изменения произошли в лаборатории потому что длинный ролик уже выходил у нас на канале совалмаш можно его посмотреть там вот а так если вкратце у нас установлено дополнительное высокоточное оборудование упорядоченное кабельное хозяйство для облегчения установки подключений двигателей и самое главное заработал наш новый программно-аппаратный комплекс нашей разработки за счет чего мы теперь можем в ускоренном темпе и с повышенной точностью получать результаты и тут же их выводить соответственно печать тому же у нас сейчас разработана и проверена новая оснастка для тестирования мотор-колес причем в двух вариантах через ремень и аксиально конечно отдельно стоит выделить разработку собственного инкрементального энкодера это действительно большое и важное достижение для всего проекта и для компании в целом дело в том что в тяговых двигателях необходимо применение частотного контроллера для управления самим двигателем и для того чтобы это было осуществимо необходим сам энкодер благодаря тому что специалисты компании совал маш разработали собственный мы ушли от зависимости от других стран поставщиков и так далее фактически наше решение полностью удовлетворяет требованиям которые должны применяться к данному датчику и позволяет полноценно управлять двигателем в том числе стоит отметить что наше решение значительно дешевле аналогов и в производстве это значительно выгоднее и удобнее помимо разработки самого датчика также специалистами совал маш была разработана и создана уже в железе установка позволяющая производить порядка тридцати-сорока тысяч единиц деталей которые являются основными в самом датчике и сама сложность создания подобного датчика заключается как раз в создании тех деталей которые вы сейчас видите на своем экране это очень серьезное достижение и здесь специалисты совал маш потрудились действительно очень продуктивно и в связи с этим у каждого желающего появилась возможность заказать основной элемент инкрементального энкодера по интересующим вас размером для этого вам необходимо перейти на официальный сайт компании совалмаш.ру в раздел услуги и там вы увидите всю подробную информацию необходимую для заказа ну и раз уж мы начали говорить о сайте компании стоит отметить очень важную особенность теперь на сайте компании вы можете приобрести асинхронные двигатели с совмещенными обмотками славянка количество двигателей ограничено поэтому вы можете перейти в раздел на реализацию и заказать интересующий вас двигатель ну и так же если мы вернемся к разговору о том что работа ведется по разным направлениям и фронтам не стоит забывать и о патентной работе также на официальном сайте представлено довольно большое количество патентов с которым вы можете ознакомиться последний патент полученный компании совалмаш касался мотор колеса и в частности интеграции мотор колеса в систему подвески я думаю сейчас подробно мы не будем рассказывать о плюсах и минусах такого решения но однозначно плюсов много и использование данной системы крепления мотор колеса возможно как в двухколесном легком транспорте так и в четырехколесной формуле легкие транспортные средства обычные автомобили в том числе тяжелая строительная техника специальная техника и военная техника сама крепление подразумевает консольную конструкцию и действительно приводит к большому количеству плюсов для конкретного потребителя транспортного изделия которое будет реализовано по данной схеме но и специально для тех кто активно следит за деятельностью компании совалмаш и еще не видел мы предоставляем официальную информацию с сайта федресурса на котором опубликован аудит за прошедший период деятельности компании совалмаш компания совалмаш прошла данную проверку и соответственно а и с ее результатами можно познакомиться из официальных источников это и подтверждает жизнеспособность компании и полное соответствие тем нормам правилам которые предъявляются со стороны государства к работе любого юридического лица ну а в конце данного видео хочу подвести некий итог по тому итогу который мы с вами сейчас озвучили работа проделана действительно очень много она проводилась по разным направлениям деятельности и впереди нас ждет еще больше работ потому что благоприятные погодные условия которые начинают нас радовать позволят нам идти в соответствии с графиком наменченным ранее по выполнению тех или иных задач и в том числе возможно даже получится и ускорять темпы по некоторым отдельным направлениям впрочем оперативное управление никто не отменял и регулирование в моменте производится постоянно для того чтобы оптимизировать те процессы которые происходят на как и строительной площадке так и на арендуемых площадях и лаборатории и опытных участках и отделах которые работают с документацией очень большая работа проделывается с смертной документации идет постоянное вышлифовывание того что необходимо для того чтобы оптимизировать те работы которые предстоит сделать поэтому уважаемые коллеги и зрители инвесторы партнеры всем нам я хочу пожелать удачи и достижение тех целей которые были намечены ранее спасибо за внимание до новых встреч а